Доброго времени суток! Видео записано для наших контрагентов. Уважаемые контрагенты, вас у нас очень много. И соответственно у нас возникают иногда проблемы. Вроде все продумано, все нормально. Но иногда возникают какие-то проблемы с отправками результатов. Смотрите, соответственно после прохождения работникам обследования у него формируется папочка. Вернее она уже есть в дистрибутиве программы. И в этой папочке, которая называется отправка. Давайте вот я так ее огромной сделаю. В этой папочке находятся все результаты по конкретному человеку. То есть он прошел наши методики. В данном случае их 12. Соответственно у него есть результаты MMPI, анкеты, Котелло, ПЗМР, Равена, РДО, СЗМР, Спилбергера, Ханина, Томаса, ОНП, УСК, Шульте. То есть как психофизиологических методик, так и психологических методик, которые входят в перечень обязательных обследований. Соответственно человек получает такой результат. Тут такие странные расширения. Открыть эти документы нельзя. Ни в коем случае этого делать не надо. И это невозможно с технической точки зрения. Уровень шифрования находится примерно в 5 раз выше, чем у всем известного WinRAR, предположим. То есть программа Архиватор, в которой можно задать пароль. Так вот эти файлы, вот этого расширения, наши документы, они зашифрованы в 5 раз круче, в 5 раз надежней, нежели то, что предлагает вам программа WinRAR. Архиватор, который позволяет закрыть все эти документы какие-то под паролем. Соответственно, получив такую папочку, работник, он выполнил ПФО, прошел его в полном объеме. И, соответственно, получает такую папку. Давайте я сделаю ее таблицей. Так это выглядит. Что дальше происходит? Соответственно, мы добавляем эту папку в архив RAR. Мало того, что, значит, там внутри зашифрованные файлы, мы добавляем в архив RAR обязательно и нажимаем кнопочку OK. Что происходит? Вот эта вся папочка, ее содержимое, оно оказывается вот в таком архиве. Вот они, эти все результаты. Соответственно, после этого работник заходит на наш сайт, вводит логин, ну, предположим, там, шлюмберже, шлюмберже, название, там, пароль, логин, который, значит, присвоен этому предприятию. Заходит в раздел 8, загрузить результаты. Он у меня уже здесь открыт. И, соответственно, делает следующее. Пишет свою фамилию. Предположим, это будет Иванов Иван Иванович. Пишет свою организацию. Предположим, Викинг Саплай. И нажимает кнопочку выберите файл. Он, оказывается, находит ту папочку, где она у него находится. Соответственно, вот она у меня на рабочем столе. Папочка, новая отправка. Вот она у меня разархивированная. А вот этот архив, который я создал, с результатами по PFO. Указывает вот этот файл отправка.rar. И нажимает открыть. Соответственно, файл прикреплен к этой форме. Здесь работник может дописать любую необходимую ему информацию. Но мы ничего не требуем в этом поле дописывать. Это совершенно не обязательно. Будет просто любезно со стороны работника. Если вдруг он какие-то ошибки допустит, мы сможем с ним связаться. Если бы он здесь написал свой e-mail адрес. То есть, тот e-mail адрес, по которому с ним можно связаться. Задать ему какие-то вопросы дополнительные. Это происходит крайне-крайне редко. То есть, все отработано. Все четко, понятно. Соответственно, если здесь кто-то напишет какой-то e-mail. И нажимает кнопку отправить результаты. Все, что от него требуется. Пройти обследование. Прикрепить вот этот самый файл.rar. С папочкой отправки. Отправка внутри. Все. После этого нажимается кнопка отправить результаты. «Спасибо. Ваш файл принят и в ближайшее время будет обработан нашими специалистами». Обратите внимание, если вам будет слышно за кадром, то есть пропикало специальное устройство. Соответственно, я четко вижу, мои сотрудницы четко видят, что поступил какой-то очередной результат. Собственно, все. Все. Нажимаем «Файл отправлен». Он находится у нас на нашем сайте. И, соответственно, работник нажимает «Продолжить». Все. Форма очистилась. Следующий. Сидоров. Сидор. Сидорович. Процедура повторяется. Так может поступить любой работник. Отправить нам свои результаты. Можно их, конечно, отправить по почте, по e-mail. Все прекрасно будет. Мы также его получим, этот результат. Но через форму сайта это происходит гораздо удобнее, цивилизованнее. И, соответственно, упрощает работу как самому обследуемому, так и, собственно, нам в получении и дальнейшей обработке полученных результатов ПФО. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.